Ольга Николаевна Григорьева Конечно, думаешь, какое красивое у нас все-таки место И я считаю, что мы достигли того, что у нас бульвар Гагарина Это как раз то место, можно идти, наслаждаться И площадь позволяет, и мысли хорошие приходят во время прогулки Ну и, конечно, остров Юность у нас достаточно интересное место Сейчас как назначение городской парк Естественно, прогуляться там сейчас приятно Ну и остров Конный Сейчас мы приводим в порядок И остров Конный, я тоже думаю, что у нас будет вполне окончательным, красивым парком Парковая зона Вы знаете, в наше общение мы могли бы тремя классическими телевизионными вопросами обозначить Что, где, когда, что у нас там с озеленением, когда и где это все произойдет Но вот меня всегда интересовало Есть ли какие-то законодательные стандарты, определяющие, сколько насаждений должно быть в городе? Нормативные у нас есть параметры То есть в зависимости от населенности города и населенного пункта В зависимости от того, сколько людей проживает То есть от этого и колеблется количество зеленых насаждений на одного человека, проживающего в данном населенном пункте В Иркутске есть какая-то цифра, сколько у нас на каждом пункте? Ну, у нас показатель, это должно быть не менее 10 метров квадрата на одного человека, проживающего в городе А сейчас есть какие-то данные? Сколько сейчас? Если учитывать городские зеленые насаждения в комплексе с городскими лесами, которые у нас также в черте города расположены То мы, в принципе, этот показатель поддерживаем, у нас имеется То есть мы его достигли Больше, чем в Париже, чем в Лондоне, там 6,8 квадратных метров на человека Но, я так понимаю, чуть меньше, чем в Москве Там 30 квадратных метров зеленых насаждений на человека А в Омске аж 85 Ну, у нас 10 Мы можем, мы, жители Иркутска, можем как-то своими силами эту цифру увеличить Чтобы у нас на каждого человека было там, как где в Уфе В Уфе 202 Вставляете 202 Дело в том, что в последние годы у нас наблюдается Это тенденция увеличения активности людей, горожан города в озеленении В участии в озеленении Это проводятся различные акции Это просто горожанин приходит и говорит Я хочу посадить дерево у себя во дворе или где-то на улице Давайте посудим, где это возможно Естественно, мы идем навстречу, рекомендуем, рассказываем методику посадки То есть это важно в черте и городской А вот как можно в Уфе посадить дерево? Что для этого нужно сделать? В первую очередь прийти к нам В отдел благоустройства городской среды И предварительно согласовать место посадки Почему? Потому что это важно В связи с тем, что очень много у нас наземных, подземных коммуникаций Очень много строений И все вот эти Получается Ну то есть как бы для того, чтобы не навредить вот этим строениям То есть нужно У нас существуют нормативные показатели Которые утверждены приказом госстроя Правил создания содержания храмов и зеленых саждений в городах Российской Федерации А также у нас местные есть нормативы Также разработаны на базе данного документа Где прописаны нормативы Что новое зеленое насаждение Не рекомендаются размещать Ближе 5 метров к стене здания живого Не рекомендуется размещать В районе 2 метров охранной зоны Тепло-сети, водо-сети То есть коммуникации Ну и естественно учитывается Пешеходная часть и дорожное полотно Которому близко Также не рекомендуется производить посадки А вот сейчас очень много домов строится Особенно там в центре, на правом берегу Вот обязана ли строительная компания озеленять свои территории? Теми проектами, с которыми заходит строительная организация Предусмотрены нормативы озеленения То есть это обязательное требование По окончанию работ по застройке Подрядчик, застройщик обязан произвести озеленение Это окончательный вариант благоустройства Ну вот это вот Сейчас я внутренним взором смотрю Сейчас я не могу вспомнить Вот смотрите, я допустим живу в относительно Свежем Жилой комплекс И когда мы приобретали жилье То был план, на котором Был как раз обозначено озеленение То есть вокруг домов была большая зеленая зона То есть газоны На которых винились деревья нарисованные Но вот я скажу, что я уже 6 лет проживаю в этом месте И до сих пор не посажено ни одного дерева То есть как бы есть выделенные участки Но, к сожалению, они не доведены до конца Мы с тобой в разных живем точках Но примерно у нас тоже самое То есть на самом деле Мы должны у своей строительной компании требовать это Обязательно Да, обязательно требование Потому что это ваши условия Вашей среды То, в которой вы проживаете Благоустройство ваше Должно быть все-таки выполнено до конца Это обязательства подрядчика Он должен их довести до конца Озеленение это необходимо, во-первых Не только для эстетического вида А также и для шума, газа, пылезащиты Это ваши условия фактического проживания Так что, друзья Если у вас есть силы, желание бороться за справедливость То, пожалуйста, обращайтесь в строительной компании Если вдруг не выполнены требования по озеленению вашего района Не можем уже тот самый сложный вопрос Который должны задать Да, отополя Сейчас в соцсетях поднялся По этому поводу шум информационный О том, что обрезаются вот тополя И многие волнуются, что это как-то делается Чуть не парень таким способом Ну, во-первых, эта обрезка у нас проводится регулярно Весна-осень Данный метод, он, можно сказать Не такой критичный Существуют обрезки Омолаживающие обрезки Когда полностью дерево ставится на пей Но в связи с нашими климатическими условиями Мы от такой обрезки давным-давно отказались У нас конкретно формовочная обрезка Она приближена к Омолаживающей Это что значит? Это значит, что у нас остаются скелетные ветви Остаются побеги То есть создается Укорачивается крона не менее 1,5 части От высоты кроны То есть на 75-50% Сказать, что у нас дерево обрезано И укорочено такого нет И все, что касается формовочной обрезки То, которое мы проводили по центральным улицам Весенний период Подобная обрезка у нас проводилась По декабрьских событий, если мы отметим В 2011-2011 году У нас велась поэтапная обрезка Также было произведено Укорачивание кроны на 75% годичного прироста И буквально через год мы зашли По декабрьские события И еще раз провели обрезку С выравниванием высоты То есть выравнивание олейного ряда Который у нас там произведен И только вернулись подобные обрезки Спустя 7 лет То есть за этот период В районе данной улицы У нас не было никаких несчастных случаев Которые могли бы произойти То есть деревья не падали В этом случае? Или деревья все хорошо пережили обрезку? Деревья все хорошо пережили Перенесли данную обрезку Себя хорошо чувствовали Единственное, что за данный период У нас все-таки Появились аварийные насаждения То есть образовались дуполов В некоторых местах у растений Что, конечно, приносит Несет некие признаки аварийности И если вовремя не применять меры И не убрать это дерево То это дерево может упасть И навредить или строению Или пешеходам Или приезжающим машинам В юбилейном Там аллея была Там вроде как молодые В юбилейном у нас Была проведена дефектовка Инвентаризация зеленых саждений Следует отметить, что в прошлом году Силан специализированы организации Это проведена Инвентаризация свыше 8 тысяч деревьев Где были определены И качественные состояния зеленых саждений И определены виды работы То есть на основании данной работы Мы конкретно в этом году Зашли с производством работ Формовочной, санитарной, валкой зеленых саждений В том числе и в юбилейном В юбилейном также у нас Сказали, что все аллеи убрали Нет, там убрали только Именно аварийные деревья Если дерево вегетирует Если оно молодое и красивое Это еще не значит, что дерево не представляет опасность У нас немного времени осталось Поэтому надо успеть рассказать Что, где и когда у нас в итоге будет Какие планы по озеленению Конечно же центральная улица Карломаркс Сейчас очень волнует многих людей Потому что там Что будет там высажено Мы запланировали благоустроить участок Карломаркс Не всю улицу Зашли с небольшим участком В районе пересечения улиц С улиц Сухабатора и до бульвара Гагарина Сейчас у нас проведена работа по формовке Выборочно проведены работы по валке Следом заходят работы По благоустройству территории По ремонту дорожного полотна Затем параллельно будет вестись работа по корчевке И уже потом мы зайдем с посадкой Это уже окончательный будет этап Он будет наблюдаться у нас с конца августа С середины даже августа Планируем посадочный ассортимент Такие как тополь белый и липый Все-таки это тот ассортимент Который уже начали высаживать Он там имеется Имеются ясенние посадки Довольно себя хорошо ведут Имеются посадки по улице Карломарса Чуремухи Мака То есть данное растение Но себя хорошо показали Мы планируем все-таки продолжить Применение данного посадочного материала По этой улице А как решается вот какое дерево Где будет высажено То есть это какой-то, я не знаю Мы определяем, во-первых Зная характеристики каждого дерева Его высоту Как данное дерево себя ведет Как оно выдерживает Те или иные нагрузки Мы уже определяем Виды растений Какие мы можем разместить В том или ином месте То есть у нас скверы-парки Это общественные территории Наши Они позволяют более широкий ассортимент Применять в озеленении А конкретно магистральные улицы Это те места, где у нас Не все растения могут выдержать Такую нагрузку Ну и в заключение Я прошу прощения Вот те иркутяне, которые хотят Своими собственными руками Озеленять город Кто, например, инициативные граждане Которые хотят вокруг своего Собственного дома посадить Какие культуры вы бы рекомендовали Из деревьев Из деревьев Естественно Мы рекомендуем Те растения Которые Конкретно Индивидуально Каждому объекту Сказать Интервал Из растений Это, конечно Это можно применять Как липы Березы Вязы Можно применять Ясени Рябины Калины То есть Ассортимент довольно широкий Кустарники Для города Самое лучшее дерево Это тополь Да Это единственное растение Которое справляется Той функциональной нагрузкой Которую Мы требуем От растений Сейчас мы споем Все-таки эту песенку Тополин и пух Но на этой мысли важной Которая Как цветком лотоса Распустится в головах Активных иркутян Мы прощаемся с нашей гостью Ольга Николаевна Григорьева Была у нас в гостях Заместитель начальника отдела Гугл-устройства Городской среды Администрации города Иркутска Спасибо большое Спасибо большое С наступающим днем города Спасибо Ну а прямо сейчас погода Субтитры делал DimaTorzok